Я рада приветствовать вас и я испытываю чувство невероятной гордости за высокий уровень докладчиков, организаторов конференции и за всех вас, специалистов антиэйдж-медицины, кого я вижу в этом зале. Тема нашей конференции – молодость длиною в жизнь, плацентарная терапия, возраст ассоциированных состояний. И состав участников идеально ей соответствует, потому что задача сохранения здоровья и молодости одна из актуальнейших в 21 веке и с медицинской, и с социальной точки зрения. Сегодня медицина антистарения входит в сферу интересов врачей всех специальностей. Всем ясно, что в век науки, знаний и высоких технологий долголетие должно быть качественным. Именно поэтому конференции, конгрессы на заданные темы так важны. Ведь здесь мы узнаем много нового, обмениваемся опытом и, главное, здесь мы понимаем, что только благодаря системному подходу можно добиться успеха. Хочу выразить особую благодарность председателю конференции, это руководитель Национальной Академии активного долголетия господин Труханов Арсений Ильич, за поддержку нашей инициативы в проведении данной конференции. Я также хочу поблагодарить докладчиков и медицинские организации, принимающие участие в Конгрессе, и всех присутствующих в этом зале. Медицинская корпорация РАНа, которую я возглавляю, это устойчивая, развивающаяся компания, состоящая из профессионалов своего дела уже более 15 лет. Мы являемся лидерами и признанными законодателями мнений рынка антивозрастной медицины с безупречной репутацией и высокими профессиональными стандартами. Мы представляем безопасные, натуральные, высокотехнологичные, признанные официальной медициной препараты. В первую очередь, это японские плацентарные фармсредства Лаенек и Куросен, дающие здоровье и активное долголетие. Мы никогда не останавливаемся на достигнутом и всегда находим и внедряем самые последние разработки, полученные и в России, и в Европе, и прежде всего в Японии, где небывала высокая продолжительность жизни населения. Корпорация РАНа нацелена на повышение качества жизни как можно большего количества людей и на создание культуры профилактики здоровья среди населения нашей страны, культуры регулярного посещения врача для сохранения и поддержания здоровья. Приступая к подготовке данной конференции, мы ставили цель задействовать лучшие силы российской и японской науки для проведения дискуссии о дальнейшей стратегии развития медицины против старения. Специальную благодарность хочу выразить нашему уважаемому многолетнему партнеру японской компании Japan Bioproducts и ее исполнительному директору господину Иошинобу Акадо, а также сердечно благодарю нашего гостя, профессора, вице-президента Японской ассоциации Международной академии антивозрастной регенеративной медицины, президента Японского колледжа внутривенной терапии, президента Международного общества ортомолекулярной медицины, отцу Янагисава. Благодарю вас. Я желаю всем хорошей работы на конференции и интересных докладов, а также я настоятельно желаю всем здоровья и продуктивного долголетия. Благодарю за внимание. Дамы и господа, в эту послеобеденную сессию я хочу рассказать вам о применении препаратов плаценте. В частности, препараты Лайнек. Это послеобеденная сессия. Очень комфортно для вас. Вы только что пообедали и чувствуете себя немножко сонными. Поэтому я буду рассказывать вам о волнующих вещах. Тема моего доклада «Внутривенное лечение препаратами плаценты в Японии». Сначала я хочу рассказать вам об истории вопроса, об ожидаемой эффективности, немножко о продуктах на основе плаценты, о клинических показаниях к их применению, а также о клиническом опыте внутривенного введения препаратов плаценты. Коротенько об истории создания Лайнека. Доктор Филатов, профессор Одесского университета, инициировал еще в Советском Союзе в 20-е и 30-е годы терапию препаратами плаценты. Доктор Кентаро Хиеда был вдохновлен результатами исследований доктора Филатова и начал свои собственные исследования применения препаратов плаценты в 1945 году, сразу же после Второй мировой войны. Доктор Хиеда продолжал исследования по медицинскому применению препаратов плаценты, основав Институт тканевого омоложения в городе Куруме. Он разработал специфический метод экстракции плаценты и начал разработку внутривенного применения в 1955 году. Препарат одобрен к применению в качестве медицинского средства в 1959 году. Доктор Хиеда предположил эффективность препарата при следующих заболеваниях. Улучшение состояния вегетативной нервной системы, гематопоэтической системы, детоксикации, улучшение функций печени, поддержание нормального клеточного метаболизма, нейтрализация свободных радикалов кислородных. Препарат важен для усиления иммунной системы, ускорения заживления ран и так далее. Это продукты экстракта плаценты, GBP, Ленек и Курасен. И это китайские версии препарата в Японии. Как использовать инъекции препарата Ленек? Вы знаете практически все об этом, как именно нужно применять препарат Ленек. Для лечения рецидивирующего герпеса, хронического и атопического дерматета, 5 ампул препарата должны быть растворены в 500 мл 5% декстрозы. Водится на протяжении 1,5-2 часов внутривенно капельно, 3 раза в неделю с интервалом 2 дня. Для хронических заболеваний печени, статогепатит, алкогольного, метаболического и смешанного генеза, внутривенно 1 ампулу в день. Доза будет зависеть от тяжести заболевания. Можно увеличить число инъекций до 2-3, то есть до 6 мл или 3 ампул в день. Внутривенная инфузия, 5 ампул препарата должны быть растворены в 250-500 мл раствора декстрозы. И после этого внутривенная капельная инфузия в течение 1,5-2 часов ежедневно на протяжении 2-3 недель. Лайонек производится компанией Japan Bioproducts. Препарат может применяться внутримышечно, подкожно, а также внутривенно капельно. Это самый безопасный препарат плаценты во всем мире. Лайонек единственный рецептурный препарат плаценты, который можно вводить внутривенно капельно. Все другие препараты плаценты содержат бензиловый спирт, и их нельзя вводить внутривенно. Таким образом, Лайонек не содержит никаких консервантов и не содержит бензилового спирта. Кюрасен Используют для мезотерапии. Одна-две ампулы на каждый сеанс, один раз в неделю. И курс лечения состоит из трех-пяти введений, то есть 3-5 недель. И в основном используется как антивозрастное средство во всех странах мира. Клинический опыт внутривенного введения Лайонека в Японии. Это дама, доктор Савако Хибино. Мы называем ее королевой плаценты в Японии. Вы видите, она сейчас получает внутривенную инфузию Лайонека в своей клинике. Это клиника по омоложению. Как я вам уже говорил, только Лайонек, единственный препарат плаценты, может вводиться внутривенно. Он не содержит консервантов, не содержит бензилового спирта. И другие препараты плаценты нельзя вводить внутривенно из-за того, что они содержат бензиловый спирт. Каковы же показания к применению Лайонека в стационарных условиях? Терапия – это НАСК, гепатит С, цирроз печени, рак печени в гинекологии, рак молочной железы, рак эндометрия, гормональный дисбаланс, бесплодие. В урологии препарат показан для лечения антропаузы, гипертрофии простаты, для лечения цистита и других заболеваний. Практика дерматологов. Вы видите здесь длинный список состояний, при которых эффективен Лайонек. Атопический дерматит, экзема, килоиды, веснушки, морщины. Очень длинный список. В Японии многие женщины приходят за внутривенным введением Лайонека в клинике с целью омоложения. В отоларингологии используют при болезни Маньера, ринитах, сенной лихорадке, в ортопедии, для лечения ревматоидного артрита, остеоартроза, невралгии, боли в спине, мышечном напряжении. У меня есть собственный опыт с Лайонеком. У меня развился артроз плечевого сустава. Десять лет назад, мне было 54 года, очень тяжелый случай. Но после внутривенного введения Лайонека мне удалось полностью справиться с этой неприятностью. За две недели. Однажды у меня развился артроз слева. Мне потребовалось целых три месяца, чтобы выздороветь. Это было без Лайонека. В следующем году у меня развился артроз правого плечевого сустава. И потребовалось только две недели для полного выздоровления благодаря внутривенному введению Лайонека. Вот почему я так люблю этот препарат. Офтальмологи также используют препараты для лечения кератита, конъюнктивита, увоита, потери зрения, катаракты и так далее. В стоматологии. В Японии стоматологи тоже используют препараты плаценты. Для того, чтобы облегчить течение болезни периодонта и заболевания височно ниже челюстного сустава. В психиатрии я продемонстрирую вам клинический случай применения препарата в психиатрии. Препараты используются для лечения хронической усталости, для преодоления эректильной дисфункции, для улучшения общего жизненного тонуса. На слайде представлены результаты клинического исследования неалкогольного гепатита и хронического гепатита типа С. Вы видите, Лайнек улучшает состояние пациентов, нормализуя метаболизм железа. Я уже рассказывал об этом исследовании. Но некоторые участники нашей конференции отсутствовали утром. Поэтому, если не возражаете, я коротенько объясню снова. Вы видите, 52 пациента с НАСК и 26 пациентов с хроническим гепатитом С получали лечение. Две ампулы Лаенека внутривенно, один или два раза в неделю. И лечение продолжалось от 24 до 96 недель. Контрольная группа получала стандартную поддерживающую терапию. Оценивали сывороточный уровень ферритина, ЛТ и гликированного гемоглобина. У некоторых пациентов выполняли биопсию печени. Результаты представлены на этом слайде. Вы видите группу НАСК. Уровень ферритина, ЛТ, гликированного гемоглобина значительно улучшился. И результаты биопсии показывают, что фиброз и накопление железа в ткани печени также значительно снизились. Это очень важно. То же самое и у пациентов с хроническим гепатитом С. Все три параметра. Сывороточный ферритин, ЛТ, гликированный гемоглобин значительно улучшились. Сывороточный ферритин снижается на фоне терапии Лаенеком. И это происходит параллельно со снижением степени фиброза и количеством депозитов железа. Это исследование было выполнено три года назад. Это исследование вирусного гепатита С. Клинический случай. Пациентка 66 лет. Диагноз хронический гепатит С. Вы видите очень высокие уровни АЛТ, АСТ и гамма-ГТП. Первое лечение. Одна ампула Лаенека пять раз в неделю в течение трех месяцев. Затем ампула три раза в неделю в течение двух месяцев. А затем две ампулы в три недели в течение двух месяцев. И после 10-месячного лечения Лаенеком внутривенно уровень вирусной нагрузки РНК вируса снизился с 6,7 до менее 0,5. Этот случай очень серьезного улучшения состояния пациента с страдающего хроническим гепатитом С. Клиническое исследование хронического гепатита, включившего 113 пациентов с хроническим гепатитом. Они получали внутривенное капельное введение Лаенека. Три ампулы два или три раза в неделю. Лечение продолжалось от трех до шести месяцев. В этом исследовании проводили мониторинг уровней АЛТ-АСТ. И в конце исследования значения АЛТ снизились ниже нормы. Это клинический случай цирроза печени. Мужчина, 58 лет, он получил переливание крови в возрасте 25 лет. И в результате был заражен гепатитом С с развитием цирроза. Выраженный асцит. У пациента также развился рак печени. Пациент получал лечение Лаенеком. Три ампулы внутривенно. Четыре-пять раз в неделю в течение пяти месяцев. А затем той же дозе три раза в неделю еще на протяжении трех месяцев. После пяти месяцев лечения Лаенеком у пациента наблюдали резолюцию асцита. И было принято решение лечить рак внутри артериальной эмболизации. Лечение было успешным. Через год после вмешательства пациент чувствует себя нормально и нет рецидива рака. Обычно после трансартериальной эмболизации в большинстве случаев наблюдают рецидив опухоли в новой доле печени. Этот случай также очень впечатляет. Это женщина с 60 лет. У нее диагностирован рак печени четвертой стадии. После диагноза рака она начала получать стандартную химиотерапию, а также Лаенек внутримышечно одну ампулу два раза в неделю на протяжении шести месяцев. Ну а пациентка продолжала получать химиотерапию, поскольку у нее появились новые метастазы. Поэтому врач решил, что эта пациентка после появления новых метастазов будет жить не долей шести месяцев. Пациентка приняла решение не принимать далее химиопрепараты. Она продолжила только Лаенек, четыре ампулы внутримышечно. В конечном итоге новые метастазы не появлялись, и качество жизни было очень хорошим. А умерла пациентка не через шесть месяцев, а через четыре года после первичного диагноза. Онколог считал, что эта пациентка проживет только полгода. А на фоне лечения Лаенеком пациентка прожила четыре года после постановки диагноза, при этом имея очень хорошее качество жизни. А это клинический случай. Мужчина, 58 лет. Мужчина страдает депрессией, бессонницей, тревожностью. Он не мог работать на протяжении нескольких лет. Это не из моей практики случай. И врач диагностировал андропаузу, лечение, две ампулы внутримена, два раза в неделю. Через две недели от начала терапии пациент вернулся на работу. И его эмоциональное состояние полностью восстановилось через четыре недели. А то есть пациент стал чувствовать себя абсолютно здоровым и смог вернуться к нормальной жизни. Я не знаю, почему Лаенек оказался эффективным в этом конкретном случае. Но вы видите биологический эффект аминокислот, который содержится в плаценте. Плацента содержит множество аминокислот, цитокинов и Лаенек. Мы, к сожалению, не знаем всего об этом препарате, потому что этот такой биопрепарат обладает множеством действий, о которых мы пока еще не знаем. В моей клинике некоторые пациенты с синдромом хронической усталости, болью неизвестного происхождения, лихорадкой неизвестного происхождения, болями в суставах. Таким пациентам я начинаю вводить Лаенек внутривенно. Когда я работал в университетской клинике, и к вам приходит пациент, первый этап – это выяснить, чем же болеет человек, а после этого назначить лечение. Я работаю в частной клинике. У нас недостаточно средств для постановки диагноза, для уточнения. Ко мне приходят пациенты и просят дать эффективное лечение для того, чтобы улучшить качество жизни. И в этой ситуации, в таком контексте, я вспоминаю о том, что у Лаенека нет никаких побочных эффектов. И назначение Лаенека не требует уточнения диагноза. Поэтому это первый препарат, который я назначаю во всех сложных случаях. Вот, например, случай атопического дерматита. Мужчина 37 лет. И до начала терапии, вы видите, пациент страдает акне. Это его лицо до начала терапии. А вот после лечения. Две ампулы три раза в неделю. Его дерматит практически полностью разрешился. Кожа гладкая. Это фотографии того же пациента в профиль. До лечения и после терапии Лаенека. Два месяца от начала лечения справа. Вы видите практически здоровая кожа в конечном итоге. Тот же пациент. Верхняя треть лица. Фотографии до и после. А вот пациентка 65 лет. У нее пигментации на лице. Выраженные морщины. И сухость кожи. После лечения Лаенеком. Две ампулы три раза в неделю. На протяжении трех месяцев. Вы видите значительное оздоровление лица. А вот девушка 25 лет. У нее выражены пигментации и шрамы после акне. После трех месяцев внутривенного введения Лаенека. Три ампулы один раз в неделю. Полного выздоровления не наступило. Но она выглядит, очевидно, лучше, чем три месяца назад. А самое главное, она счастлива. Счастлива результатами этого лечения. Итак, внутривенное введение Лаенека позволяет поддерживать здоровье в отличном состоянии. В нашем обществе внутривенной терапии более 600 врачей-членов. И врачи стремятся ввести в свою практику внутривенное введение Лаенека, витамина С, других нутриентов. Но, как вы понимаете, они начинают не с пациентов. Они начинают с самих себя, как правило, или с членов своих семей. Поэтому подумайте о том, чтобы начать Лаенек с себя. Внутривенное введение Лаенека позволяет улучшить состояние пациентов, страдающих хронической усталостью. Я, например, у себя в клинике с раннего утра до позднего вечера. Если в такой ситуации один раз в неделю ввозить внутривенно Лаенек, вы можете изменить качество своей жизни при очень интенсивной нагрузке рабочей. Потому что препарат дает силу, поддерживает хорошую функцию печени, позволяет удерживать в желаемых рамках массу тела, омолаживает, предотвращает хронические заболевания, и омолаживает все органы. Внутривенное введение Лаенека – один из вариантов ортомолекулярной медицины. Ваш мозг работает быстро, и вы уже не стареете. В конце своей лекции потенциал Лаенека намного выше, чем мы знаем на сегодняшний день. Я не могу всего обсудить в течение этой одной лекции. Я полагаю, что потенциал Лаенека можно значительно усилить, комбинируя его с другими препаратами, например, с витаминами, либо другими добавками нутритивными. Конечно же, необходима зарядка или физкультура. Здоровая пища и здоровая психика. Когда вы будете комбинировать различные терапевтические модальности, вы усилите эффект Лаенека. В Японии мы сейчас проводим клиническое исследование, и о его результатах я расскажу вам в свой следующий визит. Я снова показываю вам фотографию королевы плаценты в Японии. Доктор Хибина помогла мне подготовить эту презентацию для Москвы. Я могу без сомнения сказать, что Лаенек – это наше будущее в медицине. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.